Друзья, сегодня подведем итоги торгов прошлой недели на российском рынке акций. Я расскажу вам, почему всю прошлую неделю мы с вами снижались, а почему на следующей неделе можем вырасти. Также сегодня поговорим об объединении Россетей и ФСК, о Русале, Газпроме, Новотеке, Распадской и других компаниях. Напоминаю, что вы находитесь на канале Путь Инвестора. С вами Артем, обязательно подписывайтесь и мы начинаем. Индекс московской биржи за прошлую неделю снизился на 7,2%. Долларовый индекс РТС снизился на 5%. Начиная с 1 августа, каждую торговую сессию мы снижались. Пик снижения пришелся на пятницу, почти 3%. По тепловой карте рынка видно, что практически все компании на прошлой неделе были под давлением, за исключением некоторых историй. Магнит, Сургут нефтегаз привилегированный и других компаний, о которых поговорим дальше. Для начала пару слов, почему мы падаем. В своем телеграм-канале я публикую свои мысли по рынку. Кстати, обязательно подписывайтесь, ссылки будут внизу в описании и в закрепленном комментарии. Видимо, участников рынка пугает потенциальный выход дружественных нерезидентов. Начнется с 8 августа. Плюс продолжается расконвертация зарубежных расписок российских компаний. IT Capital прогнозировал на этом фоне падение на уровень 1880 пунктов. Но в пятницу после закрытия торгов пришла неожиданная новость. Доступ нерезидентам на фондовый рынок с 8 августа открыт не будет. Требуется донастройка систем в связи с указом президента от 5 августа. Для предоставления доступа клиентам нерезидентам на фондовый рынок требуется дополнительная настройка биржевых систем. Дата предоставления доступа на фондовый рынок будет сообщена дополнительно. То есть доступ дружественным нерезидентам на московскую биржу откладывается, соответственно в понедельник мы можем ожидать рост. Когда все-таки этот доступ будет предоставлен, я не ожидаю какого-то обвала рынка. Почему? Первое, на мой взгляд, это на первых порах надо будет ограничить объемы сделок дружественных нерезидентов, чтобы они, не дай бог, не продали весь наш рынок. Ну и второй важный пункт, на мой взгляд, это то, что дружественные нерезиденты должны распоряжаться активами ровно такими, которые у них были до 24 февраля. Чтобы они никаким образом не смогли продать активы недружественных нерезидентов. Если такие мысли пришли мне в голову, то я уверен, что в ЦБ ребята сидят намного умнее и не допустят обвала рынка. Далее переходим к динамике основных индексов. Начинаем с индекса нефти и газа. За прошлую неделю минус 7%. Индекс металлов и добычи минус 8,7%. Опять самый пострадавший сектор. Финансовый сектор минус 5%. С начала года самый пострадавший сектор. Финансовый минус 56% и минус 50% металлы. Далее посмотрим на лидеров роста и падения. Распадская прибавила на прошлой неделе 7%, Headhunter больше 3%. Также группа позитив прибавила почти 2%. Самая пострадавшая бумага на прошлой неделе это рост сети минус 28%. Далее Polus минус 16%, OK минус 15%, Rusal минус 12%, X5 Retail Group минус 12%. Среди пострадавших также ММК, Нурникель, Сургут, Нефтегаз и Газпром. Несмотря на снижение рынка, индекс страха и жадности показывает, что страх как раз таки отступает. Посмотрим, как поведет себя этот индекс дальше. Индекс страха и жадности, лидеры роста и падения. Все новости основных компаний вы можете найти в нашей второй группе в Телеграм, которая называется Российские акции. Обязательно подпишитесь. Далее проанализируем внешний фон. Начинаем с нефти марки Brent. Она ушла ниже 100 долларов и сейчас торгуется 95 долларов за бочку. Так как бюджетное правило больше не работает, мировые цены на нефть влияют на доходы российских нефтегазовых компаний, а также на доходы государства. Далее переходим к промышленным металлам. Посмотрим на медь. Здесь все продолжается, как и на прошлой неделе. То есть мы отскочили от уровня поддержки и сейчас торгуемся выше этого уровня. Мировые цены на золото ведут себя сейчас так же, как и промышленные металлы. То есть в какой-то момент мы подошли к уровню поддержки 1700 долларов за тройскую унцию и потом сделали вот такое движение. В моменте даже было 1800 долларов на геополитической напряженности, связанной с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Цены же на природный газ в Европе пока стабилизировались выше 2000 долларов за 1000 кубов. Напомню, что это в 5-10 раз больше, чем средняя цена за последние годы. Далее посмотрим технический анализ индекса нефти и газа, который составляет 40% от капитализации московской биржи. Здесь, как вы видите, мы опять пробили важный уровень поддержки 5822 пункта. И напрямую подходим к очень долгосрочному растущему тренду. Вот здесь у нас была с вами первая попытка пробить этот долгосрочный тренд. Он выстоял сейчас. Видимо, все идет к тому, что будет попытка номер 2 пробить этот уровень при закреплении ниже. Конечно же, это будет сильный медвежий сигнал для всего российского рынка, учитывая его огромный вес в индексе. Далее переходим как раз к основному индексу. Здесь, после того, как нарисовалась двойная вершина, мы этот паттерн полностью отработали и даже перестарались, ушли на уровень, который был у нас на закрытии 24 февраля. На данный момент этот важный уровень поддержки удерживает нас от дальнейшего снижения. Учитывая тот факт, что выход дружественных нерезидентов отложили, не исключаю, что мы для начала должны протестировать уровень сопротивления 2166 пунктов. Также не исключаю, что все-таки мы придем в эту область на поддержку вот этой верхней границы этого нисходящего канала. Далее покажу вам распределение активов в моем портфеле. Кэш – это юани и рубли, в основном рубли 56%, Новотек – 5%, Газпромнефть – почти 5%, Лукойл, Роснефть, Сбербанк, Магнит, Норникель и Яндекс – почти 5%. Переходим к новостям компании. Начинаем с Газпрома. За неделю акции снизились на 10%. Газпром предложил Европе газ в обмен на снятие санкций. Представитель Газпрома 3 августа официально отказался принимать из Германии отремонтированную турбину «Сименс» для газопровода «Северный поток-1». Он заявил, что санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствующие существующие ситуации действующим контрактным обязательств со стороны «Сименс» делают поставку двигателя на компрессорную станцию портовая невозможной. Канцлер Германии Олаф Шольц лично приехал посмотреть на турбину и заявил, что она может быть немедленно поставлена в Россию из Германии, но обращений пока не последовало. Мы видим, что Газпром раскрывает карты и дает четкие сигналы Евросоюзу – газ в обмен на отмену санкций. Также важную новость сообщил Новак, что Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок газа в рублях. После проблем с турбинами, турецкий поток сейчас является самым стабильным каналом поставки природного газа в Европу и Турцию. Двигаемся дальше. «Русал» на неделе потерял более 11%. В среду 27 июля на российском долговом рынке произошло знаковое событие, а именно открылся сбор заявок на первый выпуск облигаций, номинированных в юанях. Дебютантом стал «Русал», один из крупнейших мировых производителей алюминия. «Русал» разместил корпоративные облигации, номинированные в юанях, причем расчеты по ним будут производиться именно в китайской валюте, а не в рублях, как планировалось ранее. Это создает прецедент для всего российского рынка. «Русал» установил финальный ориентир ставки первого купона бандов на 2 млрд юаней на уровне 3,9%. «Русал» в связи с высоким спросом соберет заявки еще на один выпуск облигаций в юанях. Мы видим, что на валютной облигации есть отличный спрос. Я объясняю это желанием инвесторов диверсифицировать свои активы, в том числе по валютам, учитывая возможное ослабление рубля. Также пришли новости, что доля алюминиевой продукции с добавленной стоимостью может вырасти к 2030 году до 75% от общего производства алюминия в России. Об этом говорится в проекте «Стратегия развития металлургической отрасли» до 2030 года. Также там говорится, что спрос на медь и алюминий в России в 2022 году упадет более чем в два раза. Мощности в производстве цветных металлов, к которым относятся медь и алюминий, в основном избыточны, поэтому ключевым направлением развития остается экспорт продукции. То есть мы с вами понимаем, что в основном для российских экспортных металлургических компаний приоритетом останутся экспортные рынки. И важной задачей в этом ключе я вижу освоение новых рынков сбыта в условиях санкционных ограничений. При этом мы с вами знаем, что на продукцию норникеля не наложено никаких важных санкций и она пользуется высоким спросом на Западе. Это все мы узнали из отчета, который разбирали в прошлом ролике. Ссылку оставлю вот здесь. Прежде чем перейти к следующей кампании, важное заявление. Не все по какой-то неведомой мне причине досматривают мои ролики до конца и не знают, что лайк этому ролику обязательно, поэтому поставьте прямо сейчас, чтобы не забыть. Ну а теперь переходим к полюсу. Кампания, которая имеет самые большие запасы золота в мире. На этой неделе акции снизились на 12%. Все потому, что вслед за ЕС Швейцария ввела санкции на импорт золота из России. А в Швейцарии расположены 4 крупнейших афинажных завода по глубокой очистке золота, которые в совокупности перерабатывают 2 трети мирового золота. Большинство афинажных предприятий Европы уже закрыты для российского золота. Исключением была Швейцария, куда еще в июне, несмотря на военные действия, ввезли 3 тонны золота из России. Ранее в ролике я вам говорил, что мировые цены на золото на прошлой неделе росли и приближались к уровню 1800 долларов за тройскую унцию. Но, как мы видим, из-за негативных новостей это никак не помогло котировкам. Двигаемся дальше, поговорим об объединении Россетей и ФСК. Россети потеряли почти 30% за неделю, ФСК – минус 5%. На прошлой неделе пришли новости, что для слияния ФСК проведет доп. эмиссию, параметры которой были озвучены 3 августа. Предполагается размещение 1,75 трлн акций общим объемом по номиналу 874 млрд рублей. При этом, исходя из обнародованных коэффициентов конвертации, за одну обыкновенную акцию Россетей можно будет получить 6,7 акций ФСК, а за привилегированную – 14,1 акций. На эту новость акции ФСК отреагировали резким ростом, обыкновенные акции Россетей – резким снижением, поскольку до ее выхода пропорция была совсем другой. По котировкам на закрытие торгов вторника она составляла около 9 акций ФСК за одну обыкновенную акцию Россетей. Слияние этих двух компаний формально заканчивает историю разделения отечественного электросетевого комплекса на магистральные и распределительные сети. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напоминает, что ФСК и Россети были образованы из активов, выделенных в рамках реформы РАО ЕС из региональных АО «Энерго». Разделение магистральных и распределительных сетей имело в первую очередь управленческую логику, поясняет эксперт. Пожалуй, уникальный для мировой практики случай присоединения распределительных сетей к магистральным в национальном масштабе, замечает по поводу объявленного слияния Василий Киселев. Объединение ФСК и Россетей позволит создать единый финансовый центр, что особенно важно для создания систем энергоснабжения мегастроек, требующих значительных инвестиций, полагает Пикин. Как резюме, объединение поможет упростить управление и создать единый котел для инвестиций в мегастройки. Многие говорят, что это начало огромной консолидации рынка, и если от объединения убыточные дочки получат плюсы в виде финансирования на объекты из общей казны, то прибыльным дочкам и их акционерам данное объединение, скорее всего, пойдет в убыток. Думаю, после объединения Ленэнерго с ФСК и ЕС, инвесторам Ленэнерго может быть забыть о дивидендной доходности в 15% годовых. То есть какие-то компании будут выигрывать от объединения, другие компании будут от этого объединения проигрывать. На данный момент у меня нет акций компании этого сектора в портфеле, потому что меня отпугивает огромные инвестиции в мегастройки. Я сразу представляю себе какие-то сумасшедшие расходы. Также меня отпугивает высокая доля государства в этих компаниях и, конечно же, государственное регулирование тарифов. Далее переходим к компании Новотек, которая за прошлую неделю потеряла 6%. План развития Северного морского пути на период до 2035 года предполагает запуск компании Новотек завода Артик-СПГ-2 в 2023 году, Обского ГХК в 2024 году, Артик-СПГ-1 в 2027 году. Говорится в плане развития Севморпути до 2035 года подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным. При этом прогнозируемый объем грузопотока с Артик-СПГ-2 в первый год работы должен составить 3,6 млн тонн, С Обского ГХК 0,6 млн тонн, с проекта Артик-СПГ-1 2,3 млн тонн. Новотек в портфеле я держу, считаю эту компанию одной из самых перспективных на российском рынке. И думаю, что несмотря на санкционное давление, компании все-таки удастся запустить все свои проекты в срок. Двигаемся дальше. Распадская. На фоне падения рынка компания прибавила 7% за прошлую неделю. Это произошло на фоне отчета материнской компании Евраз. По словам менеджмента и данным презентации, угольный дивизион Евраз отработал хорошо. Выручка угольного дивизиона выросла более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 2 млрд долларов. Такой результат обусловлен высокими ценами на угольную продукцию в первом квартале 2022 года. Показатель EBITDA угольного дивизиона, EBITDA это прибыль до вычетов налогов, выплат по кредитам и амортизации оборудования, увеличился и того больше в 3,4 раза до 1 млрд 170 млн долларов. Рентабельность по EBITDA выросла до 61% против 41% в первом полугодии 2021 года, на фоне, как мы понимаем, высоких цен на уголь. Компания также сообщает, что из-за санкций в отношении России, некоторые японские и корейские клиенты отказались покупать уголь, тем временем продажи в Китае составили 70-90% от экспорта угольной продукции Евраза. После такой финансовой отчетности Евраза участники рынка ожидают сильные результаты распадской, которая входит в группу Евраз. При этом добыча угля в России замедляется из-за экспортных ограничений со стороны Европы и низкого спроса на внутреннем рынке. Менеджмент ожидает существенное снижение цен на уголь во второй половине года. Вот тут с менеджментом я не соглашусь и рискну предположить, что мы увидим и во втором полугодии высокие цены на уголь вследствие высоких цен на природный газ. Также пришли новости, что ПАО Распадская в мае-июле полностью погасила 400 млн долларов банковской задолженности. На фоне этих новостей на следующей неделе я буду пристально наблюдать за Распадской, тем более по техническому анализу она пробила нисходящее движение. Следите за моими публикациями, где я публикую все свои сделки в моей группе в Телеграм, которая называется Путь инвестора. Далее переходим к компании Озон, которая на прошлой неделе потеряла более 6%. Правительство выделило Яндексу, Вике и Озон льготный кредит, совокупный на 130 млрд рублей, средства которого пойдут на выполнение обязательств компании перед держателями их еврооблигаций. Как ранее говорил Владимир Владимирович Путин, надо поддержать российские IT-компании, что и происходит. А конкретно у Озон на прошлой неделе случилась неприятность, а именно пожар на складе. Но в целом переживать не стоит, здание горящего склада Озон застраховано в Альфа-страховании на 6 млрд рублей, содержимое в Ингострахе на 11 млрд рублей. Ну и в конце я расскажу вам, как искать новости по конкретной компании в нашей группе в Телеграм, которая называется Российские акции. Заходите в поиск, далее нажимаете решетку и прописываете тикер компании. И вот у вас все новости в хронологическом порядке. На это у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Это только мои мысли. Ну и в конце, еще раз, лайк этому ролику обязателен.